Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, продолжаем знакомиться с американским рынком, разбираем индекс S&P 500 и сегодня у нас на очереди очередная бумага. Это компания Accenture. Будем с ней знакомиться. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное. Погнали! Компания весит 0,6% от состава индекса S&P и расположилась на сегодняшний день на 28-й позиции в составе индекса. Ну, давайте, как обычно, начнем с какой-то общей информации, с теории, с истории. Я зашел к ним на сайт и приятно, что у них есть русскоязычная версия. Компания глобальная, сайт у них Accenture.com, русский раздел открывается под слэшем Ruru. Ну и вот здесь смотрите, друзья, что у них тут на главной странице. Наши миссии обеспечиваем высокий уровень технологических решений, человеческого интеллекта. Так, достаточно тяжеленький сайт. Немножко подтупливает при работе с ним. Так, что еще здесь интересного? Мы используем силу перемен, чтобы создать новую уникальную ценность для наших клиентов и общества, в котором мы живем. Постцифровая эпоха не только не замедляет свой темп, но, напротив, показывает острую необходимость в быстрой трансформации бизнеса. Мы взаимодействуем с клиентами, на каком бы этапе изменений они ни находились, в каждой отрасли по всему миру и сотрудничаем с ними для создания долгосрочной ценности. Во что мы верим? Равенство стимулирует инновации, снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инноваций и содействие глобальному развитию. В общем, красивые громкие лозунги. Так, хотелось бы какой-то конкретики. Сотрудников Essenture по всему миру объединяет одно качество. Мы искренне заботимся о том, что мы делаем и о том, какое влияние мы оказываем на наших клиентов и общество, в котором мы работаем и живем. Это важно для каждого из нас. Так, вот немножко их регалий. В течение многих лет Essenture получает международное признание не только за эффективное ведение бизнеса, но также благодаря своей беспристрастности и приверженности принципам культурного многообразия. 36 место в списке наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Fortune. 17 лет они в этом рейтинге. Первое место в рейтинге Refinitiv Diversity and Inclusion Index в 2018-2019 году. Первое место в списке 20 самых устойчивых международных компаний по версии журнала Barron's. Это было в 2019 году. Так, ну тут, блин, если честно, больше такая информация бла-бла-бла про то, какие они классные и крутые. Давайте все-таки пытаться найти что-то более предметное. Ну и для этого сейчас мы воспользуемся каким-нибудь другим ресурсом, который, мне кажется, нам эту информацию предоставит более уверенно. Итак, друзья, Essenture это консалтинговая компания, которая оказывает услуги организациям по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации организации аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими процессами, управления персоналом и внедрения информационных технологий. Впервые зарегистрирована на Бермудах 1 сентября 2001 года, получила статус акционерного общества в Ирландии. Головной офис у них в Нью-Йорке, штат 506 тысяч человек, компания обслуживает клиентов более чем в 120 странах мира. Вот это они развернулись за 20 лет. Утверждается, что работает с 94 компаниями из Fortune Global 100 и более чем с двумя третями из Fortune Global 500. Вот их шикарный офис, основана компания на самом деле еще раньше, 1989 год, оборот в 2016 году был более 32 миллиардов, так, ну здесь не очень свежая статистика, ну и куча дочерних компаний, представляющих разные страны, Эссенчур Испания, Эссенчур Соединенные Штаты, Норвегия, Великобритания, Швейцария и так далее. История. Давайте посмотрим, с чего все начиналось. Изначально Эссенчур представляла собой отдел бизнес и технологического консультирования аудиторской компании Артур Андерсон. Отдел начинает свою историю в 1953 году и исследование реалистичности для General Electric. GE обратилась в Артур Андерсон за разработкой автоматизации расчета заработной платы и производства в программно-аппаратном комплексе в Луисвилле, Кентукки. Артур Андерсон рекомендовала заказчику закупить какое-то оборудование, что привело к первой коммерческой установке компьютера в США в 1954 году. Джо Гликов, занимавший должность ответственного руководителя проекта по использованию автоматизированных систем для обработки фонда заработной платы, возглавлял впоследствии отдел административного управления компании на протяжении 12 лет. Ну и после ряда успехов в 1989 году подразделение консалтинга отделилось от Артур Андерсон и начало работать под названием Андерсон Консалтинг. Обе компании включали в себя ряд независимых партнерств в местной собственности по всему миру, у каждого из которых были контрактные обязательства. К 2000 году Андерсон Консалтинг достиг чистой прибыли в размере более чем 9,5 миллиардов долларов. Число работников, зарегистрированных, задействованных в 47 странах превышало 75 тысяч, тогда как прибыль в 2001 году составила 9,3 миллиарда с числом занятых более чем 85 тысяч. В течение 90-х напряжение между Андерсон Консалтинг и Артур Андерсон нарастало, и Андерсон Консалтинг были не рады выплачивать головной компании до 15% своей прибыли по условию разделения 1989 года. Более прибыльная компания должна была выплачивать второй эту сумму, в то время как Артур Андерсон составляли конкуренцию Андерсон Консалтинг, создав свое собственное консалтинговое подразделение под названием Артур Андерсон Бизнес Консалтинг. Все это противостояние достигло пика в 1998 году, когда они заявили о разрыве контракта. Компания внесла 15% платеж за текущие и последующие годы на условные счеты, выдвинула требования о разрыве контракта. Ну и дальше уже начинается их собственная история. 1 января 2001 года они сменили название на Accenture. По всей видимости, это слово происходит от фразы «акцент на будущем». Несмотря на то, что задача выбора нового названия для фирмы была возложена на управленческих консультантов, название Accenture было придумано Кимом Петерсеном, сотрудником норвежского офиса из Ослов в результате внутреннего конкурса. Accenture понимали, что название компании должно отражать их стремление к мировому лидерству на рынке консалтинга и высоким результатам, но в то же время не вызывать отрицательных ассоциаций ни в одной из стран, где компания вела бы свою деятельность. Ну и, собственно, давайте ближе к акциям. Теперь первичное размещение случилось 19 июля 2001 года по цене 14 долларов 50 центов за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже. Goldman Sachs и Morgan Stanley выступили главными андеррайтерами. При закрытии торгов акции компании стоили уже 15 долларов 17 центов, а дневной максимум составил 15.25. За первый день размещения акций на бирже Accenture заработали 1,7 миллиарда баксов. Торгуются они под тикером ACN и сегодня одна акция Accenture стоит уже 362 доллара 10 центов. Вот так, друзья, растут бумаги на фондовом рынке. Технический анализ от инвестинг на месяц активно покупать. Скользящие средние 12.0, технические индикаторы 7.0 за покупку. Друзья, цена на момент моей записи 362.33, но имейте в виду, она, естественно, могла измениться с момента, когда я видео записывал, до момента, когда вы его посмотрели. Пожалуйста, делайте на это скидочку. За месяц акции выросли более чем на 12%. Отличный профит за полгода 24.26. И он примерно равен общему профиту всего американского рынка. За этот период, получается, акции торгуются получше. И за год доходность 60,5%. Просто фантастический результат. Это на 35% лучше всего американского индекса S&P. Впечатляет. Вот общий график 580%. То есть, всего лишь за последние 10 лет можно было почти в 6 раз увеличить свою первоначальную инвестицию, если бы купить эти акции в конце 2011-го, в начале 2012-го года. Тогда они, давайте глянем, стоили 57 долларов. Пожалуйста, друзья, сегодня 362. И средний годовой профит 58%. Очень сильно. Эссенчер – глобальная компания по предоставлению профессиональных консультационных услуг различным организациям в области стратегического планирования и оптимизации бизнес-процессов. Ну, в общем, мы это все уже изучили. Так, в 2001 году компания приняла свое текущее название Эссенчер. Прогнозы. Давайте смотреть. Сити Групп 11 октября ожидает рост, но слабый, 7,64% с ценой 390 долларов. В сентябре Robert W. Bear считает, что надо компанию держать, что может даже немножко просядет на 2,3 с ценой 354 доллара. И еще в сентябре вот есть два прогноза от Argus Research плюс 10 и Morgan Stanley также плюс 10. Но, друзья, понятно, что после плюс 60 за год дальнейших чудес, наверное, ждать уже не стоит. Стоимость 237 миллиардов, а ценка стоимости PE 39,49 уже, естественно, дороговато. Рост EPS за 5 лет 7%, 7% также рост выручки. Шикарная двузначная рентабельность. Доходность капитала 32, активов 14, инвестиций 23, долг 0, почти 0, друзья, 0,34%. И, к тому же, есть дивы средние за 5 лет 1,37, годовая доходность чуть более 1%, друзья, ну, просто прекрасные, прекрасные цифры. В этом году все, видимо, с дивидендами окончено. Четыре выплаты прошли. В январе, апреле, июле и октябре были отсечки. И общая див доходность, ну, да, получается чуть более процента. Это неплохо, друзья, прибавляем это к 60% профита от роста. Результат более чем хороший. Классная акция, друзья, мне очень понравилась. И сам бизнес очень крутой. Видно, что он явно не подвержен влиянию каких-то общих кризисных явлений. Ему глубоко плевать на стоимость нефти, золото, на валюту, на все. Это, собственно, бизнес, который функционирует и развивается сам по себе вне зависимости от ситуации, допустим, на сырьевых рынках. Это очень хорошо. И такие компании, они могут давать доходность даже в период пандемии, в период еще каких-то глобальных потрясений. То есть консалтинг, он востребован всегда, всегда и постоянно. Что из минусов можно отметить? Ну, конечно, высокая стоимость, 362 доллара за акцию, это дороговато. И общая, на мой взгляд, перегретость. После такого удачного ударного отрезка компания может немножко скорректироваться. Так что, друзья, сама компания мне очень понравилась. Но вот точка входа именно сегодня у меня вызывает вопрос. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. Инвестирую вместе с вами. Всего вам самого лучшего. Пока-пока.